Доброе утро! Вечера вы на этой доске разделывали рыбу, чтобы у вас бутерброд не стал бутербродом с рыбой. Итак, хорошо, для рыбы... Обязательно для сырого мяса, для сырой рыбы, для приготовленного мяса, для приготовленной рыбы, для овощей. Для овощей и для трав можно иметь одну доску. А и для фруктов еще? Да. Для фруктов должна быть отдельная. Отдельно для хлеба. У меня уже семь. Да, и отдельно для сыра, и, конечно же, отдельно для теста. Восемь, девять. Сейчас признайтесь, сколько у вас доставов? У меня, на самом деле, три разделочные доски. У меня одна, но огромная, но про размер мы спросим тебя чуть позже, а пока про материал. Если тебе интересно. Не очень, я не очень интересен. Про материал. Потому что, ну, мы видим, как минимум, у нас остались сегодня несколько вариантов есть. Для чего какой? Вообще, самые распространенные варианты – это деревянные досочки. Они вообще, в принципе, универсальны, используются для всего. Самое важное – это именно способ хранения и эксплуатации. Так какая? Вот, допустим, к примеру, у нас лежит две досочки – это антивариант. Это уже, которые добыли свой слой? Да, на этой доске видно, что она неправильно высушивалась. Видите, снизу пошел темный грибок. Это значит, что она сушилась в вертикальном направлении. Вот так стояла, да, где-то? Да, и снизу была высокая влажность. Ну, и я смотрю, и у той доски здесь раскол уже идет. Да, 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 то есть это именно неправильно. Соответственно, вот здесь могут собираться микробы большое количество. Здесь еще пошел раскол именно из-за того, что, видите, здесь вот железная ручка. В принципе, она для удобства, но желательно избегать таких дополнительных деталей, потому что они приводят к скоплению микробов и именно к быстрому сроку именно… На утиле они уходят. Хорошо, тогда как хранить деревянные доски? Ее нужно максимально высушивать и хранить в недоступном месте для высоких температур. Это первое. Второе, периодически ее нужно прям ножичком, так скажем, зашкурить. Ой, сколько дел-то! На самом деле очень-очень много таких вот моментов. Можно просто брать наждачку обычного мужчинам, это знакомо, и периодически стирать, и все. Хорошо. Переходим к пластику, к простому. Самый распространенный вариант досок из пластика именно на производстве. Используется так, как я работала на производстве. Мы работали с большим количеством именно досок промаркированных. Для удобства мы использовали разные цвета. Это вариант не самого хорошего пластика, потому что видим, что пошел окрас на местах соприкосновения с ножом. То есть такая доска должна утилизироваться. То есть это уже на выброс? Да, это уже, опять же, это антивариант, такой же, как вот у нас произошел с деревянным вариантом. Плюс досок пластиковых, то что у них может быть рельефное покрытие, и на них удобнее разделать овощи. То есть они не будут скользить. То есть пластик у нас для овощей? Да, если это высококачественный пластик, то есть, повторюсь, такой не дешевый вариант, а именно высококачественный, то он очень удобен для овощей, для любого, в принципе, продукта. Но он, кстати говоря, практически не затупливает нож. Вот, это важно. Да, это очень важно. Если, ну, на примере стеклянная, она как раз-таки наоборот очень сильно тупит. Способствует. Способствует, да, тому, что ножи тупятся быстро. Заточком. Да, и такие досочки лучше использовать для раскладки. То есть когда у вас уже готово какое-то блюдо, и вы его просто красиво подаете. Да, мне кажется, это очень неудобно. У меня никогда не было стеклянной доски, но прям... Ну, потрогай. Ну, что это такое? Мне кажется, красиво, потрясающе. Да, дочку-то на ней порезать. Замечательно. А миску... Ой, ты что? Хорошо. И самая, наверное, неудобная доска, так это вот эта. Почему? Ну, я не знаю, у моей мамы есть, мне кажется, тесто на нем раскладывать это хорошо. Раскладывать. Да, это вот силиконовый коврик. Резать. Силиконовый коврик, он специально разработан, так скажем, для работы с тестом. На нем очень удобно работать с тестом. На нем также можно выпекать, только нужно обратить внимание на то, термостабильный ли это коврик. Можно ли его именно выпекать, на нем выпекать, и выдерживает ли он высокие температуры. Первое. Первое. Второе, когда коврик силиконовый может быть более плотный, на нем, на самом деле, очень удобно разделывать овощи, потому что он может принять любую форму. После нарезки овощей вы можете, соответственно, изменить его форму и поместить уже овощи непосредственно в какое-либо блюдо. Я не поняла, а на этом-то можно резать? Нет, это конкретно силиконовый коврик. Он служит у нас для теста. Он термостабильный, и на нем можно выпекать. Еще есть каменные доски. Они очень красивые, они очень эстетичные. Очень дорогие, давайте все-таки это говорить. Они очень дорогие, да. Нож там нужно точить, я так понимаю, раз в два дня. Да, он очень быстро затупляет наше лезвие, но отлично подходит для работы с шоколадом. То есть, если вы хотите стать шоколатье, обязательно приобретайте каменную себе доску, и на ней происходит темперирование шоколада, после чего вы можете создавать какие-либо скульптуры, шедевры. Я однажды была в гостях у шоколатье, я помню эти движения. Настя, спасибо большое. Но, я не знаю, я как пользовалась таким дешевым пластиком, так, наверное, и продолжу. Просто надо обновить. Я надеюсь, что зрители наши сейчас сделали немножко иные выводы, в отличие от Татьяны Николаевны. Ничего ты не учишь, Татьяна. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok